Войдя в музей, посетители сразу же попадают в мир женского рукоделия. Гостей встречает Елена Прекрасная в традиционном русском наряде, вышитой блузе и льняном сарафане. Начинается экскурсия в мир волшебных ниток, крючков и спиц с рассказа о традиционном занятии русских женщин при Дении. На Руси считалось, если девушка умеет прясть, то она хорошая хозяйка и ее уже можно брать замуж. Поэтому девочек обучали этому ремеслу с раннего детства. Еще одно занятие, любимое женщинами, и сегодня – вязание и вышивка. Здесь у нас представлена работа из фондов музея, то есть традиция женского рукоделия, чем женщины раньше занимались. И вот эту выставку мы сделали для того, чтобы наши дети, наши школьники приобщались к тому искусству, которому раньше обучали не только женщин взрослых, но и детей из пятилетних обучали. И вот учись на спицах, будешь издать крючком, будешь очень модно, будешь выделяться, и будешь как всем. Бисероплетение, вышивка, решелье, машинная гладью. Плетение кружев специальными приспособлениями, как люшками. Увлечение русских женщин разнообразные и многогранные. Вещами, сделанными своими руками, рукодельницы украшали и до сих пор украшают свою одежду и дом. Кроме экспонатов из фонда музея, свои работы для выставки предоставили члены клуба «Вязальщица» и женского совета. Раиса Мартынова, Людмила Титаева и Нина Тарасенко. Как и в прошлые века, женщины придерживаются традиционных сибирских орнаментов. Ягоды, цветы, ромбы, символизирующие засеянное поле. Для школьников, которые посетят выставку, рукодельницы из женского совета проведут мастер-класс по вязанию и вышивке.